Драгоценно, я хотел бы вначале небольшую такую притчу рассказать про одного царя, у которого был маленький сын, и в государстве начались смуты, и царь понял, что он должен что-то своему маленькому сыну оставить, какое-то наследство, но если он это сделает явно, то он каким-то образом все это заберут. И тогда он сделал, из золота выплавил такие стулья, столы, и все сверху покрасил черной краской, чтобы было незаметно. И вот эту черную такую тяжелющую из золота сделанного и покрашенного черной краской мебель он оставил своему сыну. Но не мог ему сказать, потому что сын был очень маленький, что вот это я оставил. И вот сын вырос, и вот думает, вот мой отец был государем, вот он умер, и что же он мне как бы ничего? Ничего не оставил в наследство, живу я очень-очень бедно, и он роптал на жизнь, роптал, что так все сложилось в его судьбе. И однажды даже схватил стул и просто швырнул его в гневе. И когда он швырнул стул, там краска отскоблилась и засияло золото. И он стал потом смотреть, и оказалось, что у него вся вот эта черная оставшаяся от отца, тяжелая, как он думал, железная мебель, оказалось, была сделана из золота. Вот. Но он опять начал роптать, что вот я уже столько прожил, а если бы я знал раньше, это в молодости, это сокровище могло бы мне помочь. А так вот я это так поздно узнал, как бы уже жизнь, можно сказать, прожил, и только сейчас вот я такое богатство получил. Как бы опять был недоволен. Я к чему это говорю? К тому, что Бог нам часто может давать великие благословения, но мы по незнанию, по неведению можем этими благословениями не пользоваться. И даже не только не пользоваться, но как вот в этой притче быть недовольными, что-то роптать все время. Вот я хотел бы вначале прочитать одно место, место Писания. Колоссиным 2 глава, 2 стих. И вот апостол говорит, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и веденья. Очень красиво здесь Павел говорит о Христе, как о том, в котором, вот третий стих, еще раз подчеркиваю, сокрыты все сокровища премудрости и веденья. Во Христе и Иисусе сокрыты. Но когда Иисус Христос пришел на эту землю, мы знаем, Евангелие говорит, не было в нем ни вида, ни величия. То есть Он пришел просто как Сын Плотника. И не просто как Сын Плотника, но как Сын Плотника, про которого все там в том месте, где Он родился, вырос, да, вот там и в Галиле, ну, я не беру и в Флием, в Назарете, вот. Ну, говорили, да, мы Его знаем этого, что может быть там доброго быть, да, из этого Назарета, что может быть доброго. Люди читают Евангелие сегодня, и много людей читают Евангелие, но ничего такого, никаких сокровищ премудрости, никаких сокровищ веденья во Христе не видят. А другие люди начинают читать, и вдруг им открывается такой великий мир. Я не знаю, думаю, что у каждого был какой-то момент в жизни, когда вот вы читали именно, не просто Библию, а именно Евангелие читали, и вдруг в какой-то момент для вас открылась вот эта премудрость и богатство, сокрытое во Христе Иисусе. Я на всю жизнь запомнил, когда это был один из самых первых моих прочтений Евангелия, и когда вот я как раз читал о Его крестных муках на Голговском кресте, вдруг что-то произошлось. Не просто что-то книга открылась, а как будто что-то в книге открылось. И я увидел вот это золото царя, царей и Господа господствующих, и я не мог сдержать слезы, и помню, я сидел и плакал, и я вдруг понял, что я люблю Его, я люблю Иисуса Христа. Вот эта любовь, она переполнила мое сердце, вот, и это было в 1989 году, могу сказать, что я до сих пор люблю Его, люблю моего царя, моего Господа и моего Спасителя. И еще апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет тоже про сокровища, но тут немножко в другом аспекте. Смотрите, 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». И видите, здесь апостол говорит о том, что это сокровище, которое открылось во Христе Иисусе, сегодня оно принадлежит нас. И мы, приняв Христа в сердце, принимаем одновременно Его сокровище. Мы принимаем Его богатством, принимаем Его благодать, принимаем Его благословение. Но это сокровище, Павел говорит, мы носим в глиняных сосудах. Смотришь, ну, снаружи. Обычное тело, обычный человек. И точно так же, можно сказать, порой не видно. Там ни вида, ни величия какого-то большого не бывает, да? И поэтому, чтобы познать это, нужно какое-то углубление, озарение, нужно какое-то переживание. То, что мы называем поиск Бога. Что такое поиск Бога? Но ведь поймите, поиск Бога – это очень условное понятие. Бог ведь нигде не прячется от нас, потому что Он вездесущий. То есть, куда бы ты ни посмотрел, Он везде находится. Но одновременно люди смотрят и не видят Его. То есть, поиск Бога – это не то, что Бог прячется, а ты Его пытаешься найти. Бог, Он никуда не прячется. Он везде вокруг нас. Но поиск Бога – это изменение состояния сердца твоего, чтобы ты увидел Его, чтобы твое сердце было подготовлено. И вот за этим глиняным сосудом или вот за тем, что в Библии названо ни вида, ни величия, как росток из сухой земли, увидеть сокровища богатства и премудрости. То есть, внешний, вот такой поверхностный взгляд, он ни о чем не говорит, он ничего нам не дает. Но когда мы вникаем глубже, то мы можем столько для себя открыть. И когда мы говорим, драгоценные, о нашей жизни, вот представьте, мы верующие во Христа Иисусе, и когда соединяются люди, жених с невестой, по сути, они могут друг в друге столько всего открыть, но не могут открыть. И иногда печально думаешь, вот столько в нас заложено, а мы даже друг в друге это открыть не можем. А еще печальнее, когда вот кто-то в этом человеке может открыть, а кто-то не может открыть. Помните, мы с вами говорили на первых занятиях, для одного этот мужчина щедрец, там, кто там, щедрец, мудрец, храбрец, да? А для кого-то он скупец, подлец, кто еще? И глупец. Вот один и тот же, один и тот же человек. И все дело в том, что вот эта схема, которая показана нам в апостольских посланиях, вот мы с Дианой говорили до начала, и она говорит, вот с одной стороны, ты понимаешь, что это Евангелие, с другой стороны, современный мир, современная культура, в том числе культура семейной жизни, настолько отличается от того, что мы читаем в Евангелии, что мы невольно как бы искушаемы подогнать Евангелие под современную жизнь, или точнее современную жизнь оправдать Евангелием. Найди какие-то стихи, которые бы оправдывали жизнь, да? Потому что вот эта схема, что Бог, Христос, муж и жена. И глава Христу – Бог, глава мужу – Христос, глава жене – муж. Это вот направление, когда Христос, когда Он был на земле, Сыном Человеческим, Он исполнял волю Небесного Отца, служил Небесному Отцу. Муж, мужчина призван служить Иисусу Христу, жена призвана служить своему мужу. И я же ведь из 21 века, я же ведь не пришел из 16 века. Я же отлично понимаю, что когда об этом говоришь, жена должна служить мужу, то 90% женщин скажут, что вздумал? Это с каких пор мы должны служить? Нет, мы вместе с мужем, служим Христу там какое-то, да? И то, что сегодня такой огромный процент разводов, что более половины браков заканчивается разводом, это еще показывает, что люди, они не хотят это исполнять, не хотят это делать. Они хотят вот сегодня, вот просто хороший парень, хорошая девушка, давай соединимся, будем вместе жить. В принципе, одну квартиру снимать дешевле, чем две квартиры, да? Уже какая выгода, да? Будем вместе жить. И люди, ну, к тому же, есть наша плоть, есть потребности нашей плоти, сексуальные в том числе потребности. Вот люди съезжаются, но по сути он живет своей жизнью, он строит свою карьеру, и она строит свою карьеру. И дом – это только место, куда они съезжаются после строительства своих двух карьер. Он и она, ну и как-то что-то пытаются. А такая схема, она ведь очень неустойчива, она очень заменима. А какая мне разница, с кем мне строить мою карьеру? Ну, могу с ней, могу с другой, могу с третьей, могу с четвертой. А что поменяется? Уникальна только такая семья, где люди реально интегрированы друг в другу, где это некий механизм, когда реально жена служит своему мужу, муж служит Христу. Потому что, по сути, семья нужна не для строительства карьеры, а для служения. Мне кто-то сказал, пастор говорит, а что, женщина без мужчины не может быть счастлива? Конечно, может. А что, женщина без мужчины неполноценно? Конечно, полноценно. Женщина вполне может жить одной, быть счастливой и заниматься делом каким-то, который она в этой жизни Бог ей дал. И быть счастливой при этом – это реально, это возможно. И апостол Павел об этом и говорит. Что в чем-то даже и лучше быть одной. Правда же? Апостол Павел об этом говорит. В чем-то и лучше быть одной. То есть ты не одегощен, не обременен семьей, вот этим семейной жизнью, заботой друг о друге. Поэтому вот, в чем-то даже лучше. Но если ты хочешь просто быть счастливой, делать свою карьеру, а зачем тогда выходить замуж? В чем смысл? Ну, некоторые говорят, ну как, для здоровья. Вот брак, который совершается для здоровья, это очень странный брак. Правда же? Или как бы, ну вот в обществе же неудобно, как бы вот, неудобно, как у нас все одна была сестра, я с ней общался, она все замуж хотела. И я говорю, вот что ты хочешь, вот какого видишь ты мужа? И она начала говорить, там, мне нужен такой-то рост, вот такой-то, и она такие параметры, вот все, что она говорила, все внешнее, это параметр. Он какой-то должен быть очень высокий, там, еще какой-то, еще какой-то. Вот. И я спрашивал, подожди, ты очень мало говоришь о внутренних качествах, а в основном все о внешних качествах. И она мне сказала такие вещи, «Но мне же надо, чтобы перед подругами было не стыдно». И вот эти слова «перед подругами было не стыдно». То есть, выйти замуж, чтобы перед подругами… То есть, понимаешь, ты и себя, и своего потенциального мужа обрекаешь на несчастье, если вот схема, чтобы перед подругами было не стыдно. То есть, можно жить одному человеку, жить полноценной жизнью, Богу служить, и быть счастливым человеком. Это нормально. И в этом нет ничего плохого. И хотя в обществе и есть вот такое вот, давай там уже часики-часики тикают, надо замуж выходить, то в церкви, я считаю, такого быть не должно. Наше направление, это не часики тикают, а воля Божья, понимаете? Не должно быть такое в церкви. В церкви люди, которые живут сами по себе, без семьи, должны себя нормально, полноценно, комфортно чувствовать. Потому что их ценность не в том, чтобы быть мужем или женой, а чтобы быть человеком, который исполняет волю Божью. Апостол Павел, мы видим, он был без жены, он был полноценным апостолом и очень много совершил для Бога. Но, если мы говорим про семейную жизнь, если люди все-таки решаются заключить семейную жизнь, если люди хотят жить вместе и строить семья, то это определенный уклад, это определенная модель. Просто быть счастливым, просто служить Богу можно и по отдельности. А смысл какой жить вместе? Просто ради интимных отношений? Просто потому, что квартиру вдвоем арендовать дешевле, чем каждому по отдельности? Вот когда из таких установок семья складывается, то с каждым годом у них, знаете, они развиваются в каждом своем направлении. И разрыв у них все больше и больше, больше и больше. Поэтому, и в конце концов, так получается, что их уже что-то мало связывает, мало соединяет что-то. Поэтому апостол Павел-то и говорит, да, к Христу глава Бог, к мужу глава Христос, к жене глава муж. Об этом есть призвание мужчины служить Христу, исполнять волю Божию, призвание жены служить своего мужа. Что, она Христу не должна служить? Конечно, должна служить. Но как? Через служение своему мужу. Через служение своему мужу. А я хочу сама по себе. А я вот хочу это. Можно? Можно. Что я буду нечастна? Да почему? Будешь вполне счастливой. Но для этого семья не нужна. Тогда живи жизнью. Строй жизнь свою, как ты считаешь, правильной. И, слава Богу, сегодня в современном обществе вполне можно, да? Но вот когда мы говорим о семейной жизни, то это некая интеграция друг во друга, да? Некое слияние, некое переплетение. Для чего? Чтобы мы могли раскрыть и то благословение, которое Господь заложил в брак. А сегодня, по современным представлениям, брак – это просто какая-то узаконенная тюрьма, что ли, да? Ну, вот, что хочешь не хочешь, вот, вот, там только что-то. Брак – это то, что вот нельзя. Вот все раньше было можно-можно, тот женился и все нельзя сразу стало. Вот. Ну и поэтому люди сегодня, как бы, вот этот брак, он и разваливается, и суд брака, он сегодня находится под угрозой. Потому что, вы понимаете, я пришел к такому выводу, с этим можно не соглашаться, можно спорить. Вот семья счастливая, она может быть либо вот по библейской модели, либо никак. Либо никак. Люди просто могут сходиться на несколько лет и расходиться. Ну, для здоровья, для секса, для еще чего-нибудь, вот так как-то, для более легкой аренды квартиры, чтобы вместе пережить пандемию там и на карантине сидеть. Можно и так, вот, да? Вот. Ну, это будет непрочно. Вот. Если же мы говорим про союз, который соединяет души людей на всю земную жизнь, когда слова «пока смерть не разлучит нас», это не просто слова древней христианской брачной клятвы, да? А это нечто реальное. Если мы говорим вот про это, вот про такую семью, вот про такую жизнь, то я, кроме вот иной картины, кроме как в Библии, я не вижу другой картины, чтобы это была семья полноценной, была единой и была счастливой. Это та модель, которая, ну, показана нам в Слове Божьем, в Слове Божьем. И проблема-то в том, что люди, когда вступают в брак, они хотят иметь вот эти благословения, соединиться душами, быть всю жизнь вместе, пока смерть не разлучит их, но при этом строить свою жизнь на другом основании. Я свою карьеру строю, ты свою карьеру строишь. Дом – это место, куда мы приезжаем просто после наших работ такое, ну, просто место ночлежки, что ли, или еще что-то такое. Вот. И через некоторое время у них все разваливается, и они думают, а я-то себе представлял все иначе. Вот почему, знаете, вот я люблю говорить, вот если ты хочешь идти на юг, но при этом идешь на север, ты обманываешь сам себя. Ты можешь идти на север, это твое право идти на север, но ты должен четко понимать, что ты идешь на север, там будет все холоднее и холоднее. Если ты собрался на юг, нужно изменить направление. Вот точно так же с людьми, они хотят что-то одного, а делают часто прямо противоположное. Мы смотрим на вот эту библейскую картину, да, семьи, и мы хотим иметь такие же союзы на всю жизнь, пока смерть нас не разлучит. Мы хотим иметь вот эту вот такую любовь, соединение душами, но строим эту семью не по Библии, а по тому, вот как вот сегодня там феминизм, эмансипация и прочее, 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 все, что у нас сегодня есть, да. Вот. И в итоге мы получаем то, что сегодня получаем, а не то, что написано в Слове Божьем, а не то, что написано в Священном Писании. И недаром ведь в Библии говорится, да, в Библии говорится, что мудрая жена устрояет дом свой. Помните, мы брали не один раз, да, это место Писания. Мудрая жена устрояет дом свой. Не написано, мудрый муж устрояет дом свой. Мудрая жена устрояет дом свой. Потому что именно ответственность за сам дом, не просто как за некое физическое сооружение, но за дом, как за уклад в нем, за жизнь в этом доме. Жена призвана и хранить традиции определенные в семейной жизни. То есть дом, как место, куда бы хотелось, куда бы тянуло. Жена может сформировать свой дом, как нечто уникальное. Ну, конечно, мудрая жена. Дом, как нечто уникальное, удивительное. Я, конечно, понимаю, когда об этом говоришь, образ жены, возникает вопрос, пастор, ну а мужчина-то как? Мужчина, там еще больше обязанностей. Просто мы эту тему не берем на этих занятиях. Но там, конечно же, мужчина должен быть таким, что на самом деле, чтобы мужчине хотелось служить. И сам мужчина должен служить Христу, жить высокими целями, высокими принципами. Он должен в высоком призвании идти. Но это другая сторона. Но жена, она призвана служить своему мужу. Выходить замуж и не хотеть служить своему мужу. А зачем тогда? Все равно это рано или поздно заканчивается. И мы видим, что чем больше времени проходит, тем более недолговечными. являются браки. И сегодня уже вообще говорят, что нужно отменять саму по себе институт брака, как-то что-то другое придумывать. Потому что, ну не работает. Понимаете, если 80% браков заканчивается разводом, оставшиеся 20, еще вопрос, сколько счастливых, то у людей вопрос, зачем нам эту неработающую схему содержать? Зачем нам нужна? Может быть, надо поменять тогда? Поменять тогда? Потому что вот смысл семьи есть только если есть библейская картина. Иначе особого смысла в семье нет. И я говорю, и люди получаются сразу же взаимозаменяемые. И даже те, кто говорят, что там люди моногамные, да, сейчас даже говорят, это серийная моногамия. Сначала с одной моногамию, потом с другой моногамию, потом с третьей. И вот так вот серийно по очереди со многими. И для того, чтобы в действительности семья была счастливой, мудрая жена устраивает дом свой. И вот сегодня на этом последнем уроке я бы хотел показать несколько ролей женщины в семейной жизни. И я вам скажу честно, вот как мужчина, я верю, что если вы будете мудро применять в семейной жизни эти роли, то, в общем, мужчина не уйдет никогда от такой женщины. Мужчина никогда не уйдет от такой жены. Первая роль – жена. Жена, вторая половинка. Вторая роль. Сначала запишу, а потом мы с вами поговорим. Мать. Третья роль – сестра. Четвертая роль – дочь. И пятая роль – любовница. Вот пять ролей. И все они отличаются. Вы скажете, неужели это все можно совместить в одной женщине? В одной. Конечно, можно, да? Конечно, не в одно и то же время. Но вы понимаете, вот мужчина, каждый мужчина в тот или иной период своей жизни нуждается вот в какой-то из этих ролей. В какой-то из этих ролей. Например, бывает, когда у мужчины подавленное настроение. Бывает, когда мужчина, тяжело бывает, трудно, и нуждаешься в утешении, не ждаешься в какой-то поддержке. Нуждаешься, чтобы тебя как-то вот, ну, как-то вот… Вот говорят, что мужчины не плачут, но это же неправда. Мужчины плачут. Мужчинам бывает плохо. И мужчина в ком нуждается? Мужчина нуждается в матери. Чтобы сказать, ой, ладно, да все хорошо, да все у тебя получится. Да ладно, вот, вот, вот. Вот, чтобы тебя утешили. Чтобы тебя тоже обняли как-то. И сказали, вот, нужно почувствовать просто вот определенную теплоту. Нужно? А когда, например, жена в этот момент начинает вести себя как дочь. А мне тоже плохо. А вот это-то-то-то. А вот это-то-то-то. Ты-то-то-то-то-то. Ты думаешь, так, у меня у своих проблем много. Мне самому как-то не весело. А ты еще здесь. Как у Высоцкого. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. И вот тоже недовольна, недовольна, недовольна. И таким образом у тебя остаток твоих сил, остаток твоей энергии вот теряется и уходит. Конечно же, мужчина тоже должен женщину и поддерживать, и все. Но когда у тебя нужда, когда тебе тяжело, когда тебе нужно утешение, а тебе приходят с проблемами, это не лучшее время. Понимаете? Вот нужно вот это, когда отношение такое несколько, такое теплое, какое-то безусловное. Безусловное, да? Ну, невозможно всегда быть героем. Невозможно всегда быть на коне. Ну, и вот в эти моменты, вот, быть в чем-то матерью. Проблема, когда женщина всегда становится матерью. Это уж такого быть не должно. Потому что, ну, иначе-то по жизни маминкин сыночек будет, а не мужчина. Но в определенные периоды это необходимо. Есть другие ситуации в жизни. Какие ситуации бывают? Ну, вот, когда, например, мужчина там бывает в гневе, бывает раздражен, бывает. Вот там с кем-то он там сцепился. Кто-то там что-то не понял, там где-то. И мужчина там вне себя, вот, в ярости тоже бывает мужчина там, ты со сторон кипит. И вот, вот. И в эти моменты, да, мудро, когда жена ведет себя, как дочь. Когда вот, 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 понимаете, вот, если мужчина, а ты начнешь ему еще там противостоять, то это только как бы, как будто огонь бензином заливаешь. Только больше ярость, только больше. Вот, уметь вести себя вот так вот, да, чтобы мужчина захотел вести себя с тобой как? Покровительственно. Покровительствовать, как-то утешить, как-то вот, 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 вот. Вот нужно научиться. Есть такая, есть такая роль, вот, мои там дочери, бывает, надо смеются на такие вот, вот, вот такие роли. Вот, когда девочка, 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 чтобы мужчина так и отошел, как бы, и от сердца отлегло, и утешил, помог тебе, да? Да, это роль. Есть роль сестры. Есть роль сестры, да, когда, ну, не знаю, у меня вот была сестра. Ну, как была, есть, слава Господу. Есть сестра. Ну, вместо, сейчас мы не так часто ведемся, но в детстве там мы, хотя она у меня младшая, росли вместе, знаете. И вот сестра, вот, она, она понимала, да, вот, она понимала, что вот есть, есть моменты, когда, вот, я даже не одна сестра, у меня еще и двоюродные сестры. Ну, ты знаете, вот, я вам так скажу, вот, если с кем-то и можно дружить из женщин, то это с сестрой. Потому что сестра, она как-то, вот, не обижается, не обижается. Вот, можно как-то ей не слишком внимания уделить или еще что-то, а как-то вот, ну, она же сестра, и вот с ней как-то, и вот с ней как-то легко. И вот, знаете, вот, у мужчины точно так же, вот, бывает, бывает вот такая ситуация, когда от него надо отстать. Вот есть такая ситуация. Женщина почему-то думает, что вот именно она чувствует, что мужчина как-то отдаляется, а надо с ним поговорить. Вот, вот, мудрые сестры, они понимают, брат что-то такое, отстань, отстань от него, ничего не надо разговаривать, ничего не надо там, вот, вот, почему? Потому что, вот, понимаете, мужчина, его разум, он построен на том, что, сталкиваясь с проблемами, нам нужны реальные решения для этих реальных проблем. Поэтому, если реальных решений для реальных проблем нет, зачем о них говорить? Я, например, вот, у меня какая-то в жизни проблема, я прихожу домой, да, и я погружен в свою проблему, да, и бывает, если там жена говорит, давай поговорим, А я вот так вот думаю, а зачем об этом говорить? Эта проблема, ну, ты не можешь мне в этой проблеме помочь. А зачем я буду о проблеме говорить, если решить мы ее все равно не сможем сейчас? Не надо о ней разговаривать. И глупая жена говорит, а вот, если она убедит тебя, как мать, не, давай поговорим, расскажи мне все. Это, знаете, это все равно, что, вот, понимаешь, вот, мы приложим, положили кнопку на стул, да, ты на нее сел, вскочил, а кто-то говорит, не, 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 подожди, присядь, ощути, вот, прочувствуй. Вот это все, вот это все, да, это то же самое, когда жена пытается со мной говорить о проблемах, в которых она никак мне помочь не может. Она, грубо говоря, садит меня на эту кнопку, и вот давай, ощути ее. Я не хочу об этом говорить, потому что, понимаете, это как будто вот это, вот, решить ты не можешь, а боль, проблемы остается. Вот почему часто, о, не хочется мне разговаривать. Потому что у вас, у женщин, у вас работает по-другому. Если вы, у нас, если проблему не можешь решить, зачем о ней говорить? Понимаете? Вот так устроено. У женщин, если проблему не можешь решить, хотя бы поговорим о ней. И вот женщина, потому что, почему проблему часто у мужчин? Когда вот разговариваешь с женщиной, думаешь, зачем ты все это рассказываешь? Все равно я тебе помочь не могу. И когда мужчина пытается помочь, женщина даже это раздражает. Потому что, ну, зачем ты тут мне какие-то решения? Я же не для того тебе рассказывал, что ты мне тут решал эту проблему. Я просто хочу, чтобы ты знал. Ну, просто, вот, как мне тяжело, да? И мужчина, он может, муж просто сказать, как же тебе трудно, любимая, как же тебе непросто, как же тебе непросто. И вот это все решение, которое женщине было нужно, да? Мужчине это не надо. Если ты скажешь, как же тебе трудно, как же, не просто думаешь, слушай, мне так трудно, еще ты тут начинаешь со своими, да? То есть, мужчине, вот, и вот иногда нужна некая, некая вот совместная жизнь, как вот у брата с сестрой, но в то же самое время, вот, без обид каких-то. Вот жена же, вот, сестра не будет. Вот, что только я там с сестрой не делал, она ничего на меня никогда не обижалась. Потому что она, она как? Она настоящая сестра. И есть ситуация, когда жена должна вести себя в чем-то как сестра, вот без обид, понять, что вот что-то там вот такое, вот нужно как-то вот оставить его в покое, не обижаться, как-то не требовать муж какого-то внимания. Есть такие ситуации, есть, да? Конечно же, первая самая роль жены, да? Это жена, которая занимается домом, там, она приходит, говорит, «Так, слушай, а как вот, вот надо за обед, за еду нам на этот месяц, вот такие-то, такую-то, такую-то сумму денег, давай, вот это дом, мы там планируем, давай там откладывать, давай летом пойдем в отпуск, сколько нам нужно в месяц окладывать, чтобы там через полгода мы могли накопить сумму, чтобы в семье отправиться в отпуск, давай там порешаем, да? То есть, жена такой подход, вот такой, несколько деловой подход, несколько такой рабочий подход, это тоже роль, потому что нельзя же все время быть там либо матерью, либо дочерью. Есть и отношения, есть то, что, конечно, мужчина тоже должен, и иногда необходимо ему об этом точно так же напоминать, когда ты как жена себя ведешь. Ну, и, конечно, роль любовницы – это интимные отношения, это ласки, близость. Не только, когда только первый медовый месяц или первое время совместной жизни мужчина нуждается, чтобы его жена была все время красивой для него. Мы говорили об этом в один из дней, помните, что когда мы наряжаемся, мы должны не просто наряжаться, а мы должны для кого? Для мужа наряжаться. Женщины, да, сестры должны для мужа наряжаться. Делать красивую прическу не просто вот так сейчас модно, а так, потому что мужу должно нравиться. А не то, что ухожу на работу куда-то, одеваюсь, крашусь красиво, прихожу с работы, старенький халатик и бегудишки накручиваю. Весь вопрос, для кого ты такая красивая все время? Все время там где-то. Ты должна быть красивой прежде всего для своего мужа, да? Вот. И вот эти, видите, отношения, да? Вот жена, мать, сестра, дочь и любовница. И теперь, а в какие моменты, а в какие моменты как себя вести? А вот тут вот там необходимо не просто вот знать вот эти все роли, но иметь Бога в своем сердце, чтобы Бог нас направлял, показывает. А вот сейчас что за ситуация? Чтобы Он показывал. Сейчас что за обстоятельства? Сейчас как мне лучше себя вести? Потому что если, например, у мужа там проблема, да, а ты к нему как к жена, слушай, ну-ка давай-ка еще вот ведро вынеси, иди, 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 иди. Почву под ногами потерял, а ты мне надо, надо, должен, должен, иди, иди там, неси, неси. Мужчина, конечно же, взрывается. Вот. Почему? Потому что в это время он нуждается в чем-то другом, да, в чем-то другом. Вот. Если он в гневе, ты начинаешь, с нему какие-то требования, ну, тут и конфликты начинаются часто в семье, да, и трения начинаются, и ссоры начинаются, и, к сожалению, драки начинаются. Почему? Ну, потому что глупое как-то, немудрое поведение. Вот. И вот важно, чтобы в жизни женщины, которая является замужней женщиной, вот все эти роли, они были. Когда есть все эти роли, когда ты знаешь, что надо, можно ее утешить как мать, да, можно и не обижаться как сестра, можно иногда вот как-то вот быть маленькой и искать твоего покровительства как дочь, да, можно быть сексуальной, как любовница с тобой себя ведет. И, конечно же, в чем-то и требовательный, в чем-то и показывать долг, да, как жена, да, то, конечно же, такая женщина, она является благословением для своего мужа, благословением для всего, да. И проблема вся в том, что вот и в современном мире, да, в современном обществе, вот почти все эти роли уходят. Почему и семья-то рушится, и замужние женщины, у них чаще всего остается вот эта роль жены, остается роль, и роль жены роли, и роль любовницы остается, вот. Поэтому вся семейная жизнь, это либо я что-то говорю, там, требую, надо это сделать, вот это купить, туда поехать, вот это, это, какая там зарплата, сколько там обещали, да, либо вот интимные отношения, а это все, оно словно исчезает из семейной жизни. Я как бы дорогой, а вот тут вот ты справляйся сам. У нас есть интимные отношения, ну и есть мои требования. Сделай то, пойди туда, принеси это, да. Вот у нас вот это вот есть. Жена и любовница, мать, сестра, дочь нет. А вот только на двух этих ролях очень трудно вынести семейную жизнь, долгую отношения. Поэтому наступает момент, да, когда мужчина думает, а что, когда мне трудно, мне приходится утешение искать самому. Почему? Потому что вот меня никто не утешает, только говорят, надо, 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 иди, иди, делай, делай. Нету этого. Когда в гневе тоже вот мудрая дочь, вот мудрая, мудрая дочь, она может так сделать, что все, гнев уходит. Так вот себя вести, что ты бы почувствовал некое свое покровительство, кого-то защитить, кому-то помочь. И через это всякий гнев уходит. Всякий гнев уходит. И вообще, конечно же, в отношении вот этого чувства, покровительство, у мужчин всегда стремление, вот именно покровительство, да, тут должно быть некое, вот как у дочери, да, некая невинность, некое целомудреннее, некое целомудрие, да. Вот смотрите, притча, 11 глава, 22 стих, знаменитый стих, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная, да. Хорошо иметь и красоту, да, мы видим пятую роль, и внешность, да. Но когда нету мудрости, то только на внешности не создать крепких отношений. Поэтому и сказано в притчах, что миловидность обманчивая, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна похвалы. Когда вот есть в нашей жизни страх Божий, когда есть вот эта мудрость, когда есть целомудрие в жизни, то такую женщину хочется защищать, от такой хочется заботиться, и такой хочется покровительствовать, покровительствовать. Вот. И тут очень важный момент. Есть вот роли, которые мы, можно сказать так, которые разрушают семейную жизнь. Если вот эти роли, они созидают семейную жизнь, то роли, которые разрушают семейную жизнь. Ну, тут тоже можно много перечислить. Но первое, возьмем, жена, жена как вор. Вы знаете, наши потребности ненасытимы, ненасытимы. Ну, вот посмотрите, вот 31 глава, притч, 27 стих. Про жену добродетельную говорится, что она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. То есть она заботливая, она не является расточительной, да? Когда жена, а, вот так вот, то есть, значит, вор, это не то, что там таскает у него тайно деньги, не про это говорю. Но когда вот мужчина, по-божеству, работает, когда мужчина зарабатывает деньги, а там что-то там в холодильнике, жена не заботится, что-то там сгнило, что-то там пропало. Там покупают половину, выкидывают потом, или даже больше половины потом. А ведь деньги, это же не просто какие-то там бумажки или банкноты, это эквивалент труда. И когда мы говорим, если мужчина является тем, кто обеспечивает свой дом, обеспечивает свою семью, жена должна мудро относиться и не расточать напрасно. Потому что, когда она является расточителем, когда она не заботится вот о хозяйстве, не заботится о доме, о доме своем, то это все равно, что обворовывает. И вот в шестой главе притч, 23 стих. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстилого языка чужой, не пожелать красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». Видите, жена, которая является расточителем, нечистили, она приведет к обнищанию. То есть вы во многом, жены, влияете, в том числе, хотя, может быть, муж главный, кто зарабатывает, но от вашего поведения, от вашего отношения зависит материальная составная дома. Когда жена растечительна, когда она не ценит мужа, не ценит то, что он делает, не ценит вещи, не ценит... Это все равно, что как мы в церкви, когда мы собираем пожертвования, я знаю, что некоторые люди, они порой жертвуют последние вещи. Есть там пожилые бабушки, которые перед Богом дают обед, чтобы вот мы там собираем на церковь, и они жертвуют. Они жертвуют не просто в церковь, они жертвуют как для Господа, как для Господа они это отдают. И я чувствую, понимаете, я не бизнесмен, я пастор церкви, и хотя мы распоряжаемся финансами, и я как пастор распоряжаюсь финансами, но я понимаю, что люди эти деньги приносят Богу, Богу, они жертвуют это Богу, да? И когда мы собираемся, вот наши служители знают, да, я стараюсь, смотрю, да, и мы на эти деньги там, может быть, покупаем краску и там красим что-то такое, и потом, например, что-то там несут, там стол, еще что-то такое бывает, некоторые там, особенно с молодежи бывает, еще там кто-то служители, вот понесли, идут, несут, оббивают это все, оббивают, там раз что-то задели, раз там что-то зацепили, ну так, неаккуратно это все делают. Я всегда сам и служителям говорю, послушайте, мы должны заботиться, ведь это же, ну, казалось бы, ну ладно, что там отбили, что тут ругаться, ну, покупим краски, еще покрасим. Но люди на это жертвуют. Можно, конечно, и сто раз покрасить краской, но это ведь глупо, это расточительно. Я чувствую некую ответственность, чтобы деньги, которые люди приносят в церковь, как для Господа, были максимально эффективны, направлены на служение. Понимаете? Максимально эффективно направлены на служение. Иначе, ну, это будет расточительство. Точно так же и жена. Муж приносит деньги, муж дает там на семью, на питание, на что-то еще. Важно быть мудрой, не расточительной, не терять деньги, не на какую-то ерунду. Конечно, женщины любят всякие там украшения, еще что-то. Не говорю, что это ерунда. Нужно иметь баланс и понимать баланс, финансовый баланс. Иначе мужу не захочется зарабатывать для дома, где все как-то, знаете, как в трубу все уходит. Поэтому это очень важный момент, чтобы не обворовывать свой дом, не обворовывать свою семью. Второе, еще более страшное. Убийца. Убийца. Женщина как убийца. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее. И он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Вот опять-таки, сердце мужа должно быть уверенно в своей жене. Уверенно, да? Если неуверенность, да? Если нельзя быть уверенной в своей жене, нельзя, то если когда ты нуждаешься в поддержке, то там ты дома получаешь еще дополнительные проблемы, дополнительные стрессы, то это как удары, 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 которые в конце концов убивают мужчину, убивают мужа. И мы же понимаем все, что когда с одной стороны женщина, не мощнейший сосуд физически, но в плане выносливости женщина фору даст мужчине. Не случайно продолжительность жизни женщины, они даже в среднем больше, чем продолжительность жизни мужчин. У нас там женщина, в нашей стране, по-моему, средний возраст 72 года, по-моему, что ли, а женщин, а мужчины было, я не помню сколько, там, по-моему, 58 или 59, да? 58-59 лет, да? Почему это не упрек? Потому что женщина и вынести может. Та боль, которую женщина может вытерпеть, тот порог боли мужчине недоступен. Например, при родах, да? Да умрет мужчина от такого болевого шока, который женщина претерпевает. Ну, таким образом, Бог создал более выносливое тело женщины, да? Организм женщины. В чем-то он более выносливым сделан. И нужно мудро, потому что вот мужчина не жаловался, не жаловался, не жаловался, и похоронили, да? Сколько такого, сколько таких примеров. И нужно беречь, беречь. Ну, если, конечно, ты любишь, нужно беречь того мужчину, с которым ты находишься. Беречь и служить ему, да? Когда он нуждается в поддержке, не приходить к нему там с какими-то... Иногда нужно мужу упрекнуть, но надо знать время. Иногда что-то нужно мужу указать, надо знать время. Иногда что-то нужно мужу строго сказать, Но надо знать время. Помните, написано у экклезиаста, время всякой вещи под небом. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Время миру, время войне. Всему свое время. И проблема. Ведь не то, что мы в семейной жизни делаем что-то не то. Мы делаем не в то время. Не в правильное время это делаем. И поэтому вместо созидания оно приносит разрушение. Потому что не тогда, когда надо. То есть все, что не по назначению. Например, ваза. Это же хорошее создание. Но можно взять вазу и гвозди заколачивать. Разбить вазу и говорить, что это за ваза такая. От одного гвоздя разбилось даже. Один гвоздь забил и все. Все в дребезге. Все разлетелось. На самом деле это ты не ваза плохая. Просто она для этого непредназначенная. Часто мы делаем что-то в непредназначенное время. В неправильное время. Вот почему нам важно иметь не только Библию, не только Слово Божье, но еще и Духа Святого, который направляет нас. Мы им водимы. И Он направляет нас в какой ситуации, как нужно себя вести. Вот когда что-то в тему, и оно будет созидать. И это же самое слово, эта же самая фраза в неправильное время будет разрушать. Понимаете? Здесь ведь речь не только в самом Слове, но и когда оно сказано. В какой оно, она ситуации сказана. Поэтому жизнь и смерть во власти языка, в какой-то ситуации это несет жизнь. А в какой-то ситуации можно просто убивать этим Словом. упреками, убивать. Какими-то наставлениями, наставлениями убивать. И я вам скажу честно, вот неправильно сказанные слова, вот у мужчины есть ощущение бывает, когда вот жена в неправильное время говорит, как будто жизнь из меня достает. Вот из мужчины, из мужа. И это не то, что у меня такое. Я общался со многими мужьями, которые переживали кризисы в семейной жизни. И они говорили, вот как будто вот жизнь, жизнь уходит, да? Потому что вот это слово сказанное неправильное, да? И постоянные упреки, упреки, упреки. И как написано, как капель в дождливый день, да? Тоже она ворчливая, сварливая, да? Вот когда не в правильное время, не сказанные слова, это просто убивает, да? И третья неправильная роль, но это самое ужасное, самое худшее. Даже трудно написать это. Хозяйка. Это вот когда вот все, все руководить, направлять, вот, всем распоряжаться, вот, когда уже все служит ей, все служит для нее, все она знает. И как бы муж, он один из детей, старший, но ребенок. И вот эти вот роли, их не должно быть в нашей семейной жизни, не должно быть в наших семейных отношениях. Потому что вот это то, что разрушает любой брак, как бы красиво, как бы прекрасно, в свое время он не начался. И вот когда вот мы говорим о этих пятигранях, сказать, как бы, в какие-то ситуации, как нужно себя вести, когда нужно себя вести, вот, может только, только Бог в вашем сердце. Ну, или если мы, как бы, сядем и будем как-то разбирать это, вот. Но в той или иной, в тех или иных обстоятельствах нужна какая-то из этих ролей. И мудрость жены, мудрость женщины – это научиться понимать. Понимать время, понимать ситуацию, что нужно сделать в это время, что нужно сказать. Для того, чтобы дом созидался. Вот тогда твой мужчина, твой муж, он не сможет уйти от такой женщины, потому что это не просто двое под одной крышей, каждый делает свою карьеру. А это, словно, уже часть тебя, которая может когда-то надо утешить, когда-то вдохновить, когда-то, может быть, даже обличить, а когда-то успокоить. Вот в правильное время. Это часть тебя. Кто согласится, так вот, часть себя, там, ногу отрубить, руку отрубить. Нет, когда становится частью твоей жизни, ну, а когда просто вот человек, который живет рядом, своей жизнью, нас там объединяют только, ну, обязанности. Ты это сделал, это принес, это купил, а я тебе сказала, в список не заглянул, вот только вот эта роль и вот эта роль. Только интимное отношение и жена. Когда вот этого нет, ну, тогда и отношения становятся слабыми и, к сожалению, рушатся такие отношения и такие семьи. И никакие, как бы, то, что мы христиане, никакие слова, что нам нельзя разводиться, мы же семья, мы же верующие в Бога. Но, к сожалению, это не удерживает, не удерживает семью от развала, не удерживает семью от крушения. Мне очень хочется, чтобы наши христианские семьи были, на самом деле, альтернативой этому миру, чтобы мы могли показать другую жизнь, другую жизнь, другой тип отношений. И я абсолютно убежден, что это возможно только, если мы будем исполнять Священное Писание. Когда мы будем пытаться Священное Писание подстраивать под современные тенденции, ну, у нас будет вот как у всех, так и будет. А как у всех? Да разводы сплошные у всех. Так и есть. Вот. Вот поэтому мы, как бы, обрекаем себя изначально на неудачу. Но, мне кажется, мы должны как раз и показать новую модель, библейскую модель совместной жизни и супружеских отношений. Давайте помолимся. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за то, что в Твоем Слове Ты нам даешь и показываешь Твою любовь, Твою истину и Твою благодать. И я молю, мой Бог, благослови, чтобы наши дома и наши семьи строились на основании, Господь, Слова Твоего. Слава Тебе, честь и хвала! Слава Тебе, честь и хвала! Да будет во веки веков! Все это скажут. Аминь. Дорогие друзья, прихожане церкви, наши подписчики, мы благодарим за ваши щедрые приношения. В Священном Писании Сам Господь говорит «Принесите десятины в дом-хранилище и испытайте Меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». Каждый, несомненно, может видеть руку Божью в своей жизни, когда совершаются чудеса, когда открываются двери, когда приходят ответы и разрешаются проблемные ситуации. Мы благодарим нашего Господа за церковь, которую Он создал в городе Екатеринбурге. Благодарим за то, что можем нести Его Слово и Любовь для многих и многих людей. Мы призываем вас не ослабевать в приношениях, десятинах и пожертвованиях. Как пишет апостол Павел, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Если вы впервые смотрите нашу трансляцию, то свое пожертвование можете осуществить, перейдя на сайт церкви newlife.ru в раздел «Поддержать». Выбирайте удобный для вас способ перевода денежных средств. Каждое ваше добровольное пожертвование является большим вкладом в дело распространения Слова Божьего в нашем городе, по всей стране и по всему миру. Вместе мы совершаем призвание, которое доверил нам Господь. Субтитры создавал DimaTorzok